В эфире Москва-Баку. Сегодня рассказываем о главных событиях дня. Сегодня президент Турции Раджеп Тайп Эрдоган прибыл с однодневным визитом в Азербайджанскую республику. Самолет с турецким лидером на борту приземлился в Физулинском международном аэропорту. На красной дорожке турецкого лидера встретил президент Азербайджана Илькам Алиев. Президенты Азербайджана и Турции разрезали ленту в знак открытия аэропорта Физули. Илькам Алиеву и Раджеп Тайп Эрдогану были вручены символические ключи от Физулинского международного аэропорта, считающегося воздушными воротами Карабаха. Затем главы государств ознакомились с условиями, созданными в аэропорту. Воздушная гавань Физули была построена за рекордные 8 месяцев в соответствии с самыми высокими международными стандартами. Аэропорт может принимать воздушные суда различных категорий, в том числе грузовые. Лидер Турецкой Республики является первым президентом, который посетил новопостроенный аэропорт Физули на освобожденных территориях Азербайджана. Сегодня же президент Азербайджана Илькам Алиев и президент Турции Раджеп Тайп Эрдоган на освобожденных территориях заложили фундамент автомобильной дороги городис Джибраиль-Зангелан-Агбент, которая будет проходить по Зангизурскому коридору. Лидеры двух стран также ознакомились с ходом строительства дороги Ахмед Бели и Физули-Шуша. Сегодня же в селе Агалы Зангеланского района также был заложен фундамент умного агропарка. Уже известно, что проект будет реализован при участии азербайджанской и турецкой сторон. Илькам Алиев и Раджеп Тайп Эрдоган приняли участие в церемонии закладки фундамента агропарка. Позже в Зангелане состоялась официальная встреча, прибывавшего с официальным визитом в Азербайджан президента Турции Раджепа Тайп Эрдогана. Президент Азербайджана Илькам Алиев на встрече с представителями общественности Губадлинского района, которая прошла накануне, заявил, что если понадобится, то Азербайджан готов сражаться за справедливость на любой площадке, будь то политическая арена, либо поле боя. Война закончилась. Правда, нас все еще вынуждают сражаться, и мы готовы. В любой форме, как говорится, на любой площадке. И на политической арене, и на поле боя. Мы уже показали, что ни перед кем не склоним голову. Но наряду с этим нас ожидает большая созидательная работа. В рамках встречи в Губадлин Илькам Алиев в очередной раз затронул тему вынужденных переселенцев. По словам главы азербайджанского государства, возвращение людей на историческую родину является приоритетом для властей. Уже сейчас процесс запущен. Переселенцы возвращаются в свои дома в Карабахе. Для меня самая большая награда – это то, что вы находитесь здесь. Радость и гордость в глазах бывших переселенцев. Бывшие вынужденные переселенцы живут уже с надеждой и гордостью. Вот самая большая награда для меня. И отныне важнейшая задача – реконструировать, восстановить эти земли. Также посещая Губадлинский район, Ильхам Алиев раскрыл сроки сдачи второго аэропорта в Карабахе – Зангеланского. Воздушная гавань будет сдана в эксплуатацию уже в следующем году. Аэропорт сможет принимать воздушные суда всех типов, в том числе тяжелые грузовые самолеты. На днях стало известно о закупке Азербайджаном в ближайшее время новых военных самолетов. Сегодня же источники сообщили, что Баку, скорее всего, закупит учебно-боевые самолеты М-346 из Италии. По мнению некоторых специалистов, эти летательные машины по своим летно-техническим характеристикам превосходят все аналоги. Известно, что самолет М-346 был разработан как учебно-тренировочный, но также выпускается в модификации легкого истребителя. Он может использоваться и как самолет для подготовки пилота в боевой авиации, и как легкий истребитель или разведчик. Переговоры по М-346 шли последние несколько лет. Азербайджанские пилоты даже дважды тестировали их на авиабазе в Италии. В феврале 2020 года была подписана соответствующая декларация, ставшая предварительным соглашением о приобретении М-346. Добавим, что на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Азербайджан также рассматривает для покупки российские военные самолеты. В апреле 2020 года азербайджанская делегация побывала на российских военных заводах по производству боевых самолетов Су-35 и МиГ-35. Тогда российская страна выразила готовность поставлять боевые самолеты в количестве с соответствующим потребностям военно-воздушным силам Азербайджана. Кроме того, по информации из источников, азербайджанские ВВС рассматривали закупку самолетов Пакистаном китайского производства GF-17 Fander. Глава службы государственной безопасности Азербайджана сделал сегодня неожиданное заявление, строго предупредив силы, которые, как он отметил, пытаются подорвать стабильность в регионе. Выступая на церемонии открытия курса национальная безопасность, генерал-полковник Рамиль Усубов подчеркнул, что после завершения Второй Карабахской войны некоторые силы пытаются подорвать существенный мир в регионе, устраивая различные провокации. В последнее время, особенно после победы во Второй Карабахской войне, некоторые силы, реализуя свои коварные планы, пытаются вновь подорвать стабильность в регионе, прибегают к различным провокациям. Усубов также отметил, что государство предпринимает важные шаги для повышения обороноспособности, а также потенциала совместной эффективной борьбы спецслужб и правоохранительных органов против подобных угроз. Такого же мнения придерживается и начальник службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев, который, выступая на церемонии открытия курса на тему национальная безопасность, также подчеркнул, что несмотря на призывы Азербайджана к миру после Второй Карабахской войны, по-прежнему наблюдаются деструктивные действия сил, не желающих мириться с реальной ситуацией в регионе. Они пытаются посеять раздор между проживающими в Азербайджане народами, стремятся к обострению отношений между соседними государствами. Соответствующие государственные органы внимательно следят за возможными провокациями и принимают адекватные меры, заявил генерал-полковник. Делегация Космического агентства Азербайджанской республики «Азеркосмос» принимает участие в Международном астронавтическом конгрессе, который проводится в Дубае с 25 по 29 октября. Делегация «Азеркосмос», представленная на конгрессе несколькими стендами, знакомит участников с историей космической отрасли Азербайджана, космическими программами и ролью спутников в стране. Следует отметить, что «Азеркосмос» – первый и единственный спутниковый оператор на Южном Кавказе, который предоставляет спутниковые услуги для телекоммуникации и географической разведки. Спутник «Азерспейс-1», запущенный в феврале 2013 года, охватывает Европу, Африку, Ближний Восток, Кавказ и Центральную Азию. В 2018 году «Азеркосмос» запустил второй телекоммуникационный спутник «Азерспейс-2». Добавим, что на 2023 год в Баку намечено проведение 74-го Международного астронавтического конгресса. Жители Армении массово принимают российское гражданство. Такой информацией поделились армянские журналисты, которые провели небольшое исследование. В их отчете отмечается, что за прошедшие месяцы текущего года был зафиксирован резкий скачок в численности граждан Армении, принявших российское гражданство. В этом году это более 34 тысяч человек, в то время как 4 года подряд этот показатель был на уровне примерно 17-19 тысяч человек. Ряд экспертов полагают, что такой резкий скачок связан с неблагоприятной ситуацией, сложившейся в Армении после Второй Карабахской войны, а также из-за проблем, связанных с пандемией коронавируса. По мнению специалистов, если в ближайшее время в Армении не произойдет кардинальных положительных сдвигов в сложившейся тяжелой ситуации, то это может привести к дальнейшему расширению масштабов эмиграции. Азербайджан накрыл снежный циклон. На многие горные селы страны обрушился сильный снегопад. Температура воздуха опустилась до минус 6 градусов. В некоторых районах ширина снежного покрова достигла 23 и 16 сантиметров. Метеорологи предупредили жителей Азербайджана на непогоде на ближайшие дни. Возможно, сильные осадки и штормовой ветер. Субтитры создавал DimaTorzok